АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Беларуси в Центральной научной библиотеке открыта выставка археологических артефактов, минуя смерть и время. Личные вещи могут многое рассказать о человеке, особенно если это касается людей, давно умерших. Традиция помещать вещи в могилу берет истоки в далекие времена, когда люди верили в то, что различные предметы будут необходимы умершему в его потустороннем существовании. Во время археологических раскопок в погребениях мужчин могут находить оружие и орудия труда, в погребениях женщин элементы убора и украшения. Частой находкой является глиняная посуда, в которой находилась поминальная пища и питье. На выставке представлены артефакты, найденные в результате археологических исследований погребений ранних славян IV-V веков, курганных могильников в Центральной Беларуси X-XII веков, могильников с погребениями рыцарей XIII-XIV веков, кладбищ XV-XVII веков. Это женские украшения, височные кольца, шейные гривны, стеклянные бусы, браслеты и перстни, элементы костюма, фибулы и застежки, орудия и оружие, ножи, топоры, наконечники копий, посуда, глиняные лепные и гончарные горшки, христианская атрибутика. Некоторые вещи происходят из погребений, совершенных способом кремации, и поэтому повреждены огнем. Но это не мешает им быть ценным источником о многих аспектах жизни средневекового человека и всего общества в целом. Известный историк Александр Пыжиков меняет взгляд на историю России, как историю узкой правящей прослойки, аристократии, дворянства, царских фамилий и начинает цикл передач «Тайны русской старины», посвященные истории русского крестьянства, малоизвестным сторонам народной жизни и быта, существовавших в обрядах и глубинных верованиях. Какую роль в жизни крестьянства играла добыча речного жемчуга? Как ловцам жемчуга помогали бобры и жабы? Кем на самом деле были мифические русалки? Как использовали жемчуг быту? Как правящие слои пытались поставить под контроль прибыльный и широко распространенный промысел? И почему у них не получилось? Продолжим артефактами земель славянских. Воронежские археологи нашли дом, которому 18 тысяч лет. Работающие на территории музея-заповедника Костенки в Воронежской области ученые сделали себе царский подарок ко дню археолога. Прямо под стеной музея они раскопали богатую коллекцию костей мамонта и каркас древнего жилища. Наткнулись на артефакты случайно, во время проверки грунта под строительство нового корпуса музея. Сделали контрольный шурф и сразу наткнулись на кости. Земля здесь буквально нашпигована ценными, с точки зрения науки, предметами, рассказал директор музея-заповедника Виктор Ковалевский. Строительство корпуса пришлось отложить. На месте шурфа теперь гигантский раскоп, в котором помимо 400 костей и 7 черепов мамонтов найден каркас древнего жилища небывало больших размеров. Пока раскопана от силы пятая часть и сложно судить об истинных размерах и предназначении постройки. По нашим прикидкам оно было круглой формы, 8-9 метров в диаметре. Найденный очаг свидетельствует о том, что в нем жили люди. Точный возраст определить пока сложно. Можно лишь предположить, что законсервированный в нашем музее дом имеет возраст 20 тысяч лет, а находка лежит немного выше, так что ей примерно 18 тысяч лет, рассказал Ковалевский. Оружие, украшения, предметы быта хазар и древних славян, в том числе обнаруженный костяной наконечник копья, будут представлены на выставках. Ученые обнаружили одну из древнейших окаменелостей птицы, точнее птенца. Предполагается, что птенец появился на свет около 127 миллионов лет назад и принадлежал группе примитивных птиц, которые делили планету с динозаврами. Уникальность находки в том, что окаменелости данного периода встречаются редко. Птица являлась представителем энанциорнисов, у большинства из которых были зубы и когтистые пальцы на каждом крыле, но в остальном они были похожи на современных пернатых. Птицы были небольшими, их размеры колебались от воробья до грифа. Они хорошо летали и обитали в лесу. Размеры птенца не превышали 5 сантиметров и весил он при жизни около 10 граммов. С помощью синхротрона удалось выяснить, что птенец не умел летать, грудной хрящ еще не превратился в кость. Это означает, что птенец умер сразу после того, как вылупился из яйца. В настоящее время описано более 60 видов энанциорнисов, которые доминировались среди птиц в меловом периоде, около 130-66 миллионов лет назад и вымерли в одно время с динозаврами. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Лекции Валерия Алексеевича Чудинова пройдут в Санкт-Петербурге. 18 мая – русское понимание космоса. 19 мая – тонкий мир, взгляд из глубины веков в современность. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Павловском посаде можно совершить экскурсию на платочную мануфактуру. Платок, как составная часть русского национального костюма и даже как предмет научного исследования, способен поведать нам о многом. Через сколько поколений дошли до нас платки великолепного шитья? Кто и как их носил? За каждым вопросом – история. История края, откуда этот платок родом. История людей, которые его создали и носили. История большой страны причудливо переплелась в его узорах. Сколько всего можно прочесть в символах и образах на платках? Место мероприятия – город Павловский посад, улица Большая Покровская, дом 37. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 23 апреля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Техника безопасности при включении осознанности». Автор-сказитель – Алексей Орлов. Соавтор – Михаил Ять. 24 апреля, вторник. Кладбище неупокоенных душ. Автор-сказитель Игорь Полуйчик. 25 апреля – среда. Уроки мудрости, урок 9. Карма и Дхарма. Причины и следствия. Автор-сказитель Сурияр. 26 апреля. Четверг. Где лучше жить? Автор-сказитель Александр Фирсов. 27 апреля. Тупик современной медицины. Где выход? В эфире врач-натуропат Ганния Александровна Замалеева. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если Вы считаете, что в Вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Спасибо. 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 Спасибо.